Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе, друзья мои, утро! Обнародован новый пакет американской военной помощи на 425 миллионов долларов. Итак, что этот пакет в себя включает и откуда этот пакет? Смотрите, американцы нам передают два вида помощи. Первый это со складов армии США, то есть то, что передается немедленно, то, о чем сейчас идет речь. То есть нашли на складе, условно говоря, стингеры, там еще что-то, еще что-то и передали. Второй это та помощь, и здесь меньшие цифры, как правило, то, что берется со складов. Второй это помощь, которая заказывается у американской военной промышленности, то есть то, чего нет на складах армии США. Соответственно, вот сейчас мы получаем, например, то, что там заказано американским правительством, ну, 6 месяцев назад, или 8 месяцев назад, или 4 месяца назад, или полтора года назад, в зависимости от сложности исполнения заказа и его длительности. Получаем еще то, что заказано, может быть, было даже в конце 22-го года. Не сомневайтесь. И такое может быть. Вот. То есть надо различать вот эти две вещи. И то гораздо более дорогая. Та часть помощи, она гораздо более дорогая. Поэтому тоже не надо удивляться относительно небольшим цифрам. И ее не рекламируют вот так вот громогласно, потому что она поступает постоянно. Там произвели те же ракеты, их завезли, но их в этом списке нет. Понимаете? Вот. Это надо понимать. Значит, в данной ситуации это оружие не новое. Это то, что есть на складах США. То, что американская армия взяла и передала нам. Так, чтобы было понятно. Это не то, что производят вот на заводах в сию минуту. Итак, дополнительные боеприпасы для насамс. Это ПВО. Работает хорошо. Работает в основном по крылатым ракетам, по авиации. Ну, сейчас авиация их к нам не сильно залетает на нашу территорию. Поэтому так. Следующие. Ракеты РИМ-7 и поддержка противовоздушной обороны. Ну, это ракеты ПВО для более старых систем. Постоянно используются. Следующие, опять-таки, ПВО. Зенитные ракеты Стингер. В хвост и в гриву используются. Следующие. Боеприпасы для Хаймерс. Тоже в хвост и в гриву. Это замечательные наши хаймерсы, которые летают до 75 километров. Очень хорошо работают. Следующие. Боеприпасы класса воздух-земля. Вот это интересно. Все. Больше ничего не говорится. Воздух-земля. То есть запускается с самолета, шлепается где-то на земле. Какие, что, куда. Можем только догадываться. Ну, нам и не надо знать. Следующий. Очень больной момент. Это артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров. Сейчас нет такого, знаете, фатального преимущества рашистов в боеприпасах, как это было в начале текущего года. Помните, январь, февраль месяц, да? Когда там было и 1 к 20 снарядам. Ну, сейчас где-то 1 к 2, 1 к 3. Но, учитывая качество боеприпасов и качество артиллерийского вооружения, то получается где-то паритет. Следующие. Ракеты противотанковые. Тул. Это аналог нашей Стукны. Грубо говоря. Тяжелая противотанковая ракета. Одна ракета, один танк. Следующие. Противотанковые комплексы. Джавелин и АТ-4. Ну, то же самое. Это все против рашистских танков. Причем, причем только танков. БМП годится. БТР. Маталыга. Какая разница. Все это уничтожается. Следующие. Бронеавтомобили. Хамви. В хвост и в гриву используются. Передают нам их довольно много. Стрелковое оружие и боеприпасы для спецназа постоянно используются. Ну и расходники. Гранаты, термобелье, учебное оснаряжение постоянно нужно. Оборудование и боеприпасы для подрывов. А также запасная часть и вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспортировка. Вот. И теперь давайте посмотрим, что получилось после того, как мы получим текущий пакет и предыдущий пакет американской военной помощи. Батарея Патриот. Ну, это она из Румынии приехала. Было 2 единицы, стало 3 единицы. Кстати, есть еще одна из США. Правильно, тут мне написали, что еще есть одна из Соединенных Штатов Америки. Было 2, скажем так, 2 батареи Патриот, стало 3 батареи Патриот. Значит, смотрите, по Патриотам. Патриот это же не одна пусковая установка. Пусковых установок много. Батарея может включать от 4 до 12 единиц этих пусковых установок. Поэтому я говорю в данной ситуации о батарее, не о пусковых установках. Дальше. ПЗРК Стингер. Это основное, чем мы сейчас лупим по шахедам, например. Ну, по авиации тоже, если она подлетает близко. Было 1000 единиц. Сейчас. Точнее, передали 1000 единиц. Сейчас было 2000 единиц, стало 3000 единиц. Ну, плюс-минус там. Это передано. Понятно, часть вышла из строя, часть использовали и так далее. Автомобили Хамви. Передали еще 2000 штук нам. Соответственно, было у нас их порядка 3000. Стало порядка 5000. На самом деле, конечно, немножечко меньше, я так думаю, потому что это же тоже, они разбиваются. Есть такие, которые можно восстановить после того, как разбили. Есть такие, которые, увы я. Гранатометы и стрелковое оружие. Ну, тут 10 тысяч. Это для спецназа. Это узкоспециализированная вещь. Там было передано нам 40 тысяч. Стало их 50 тысяч. В основном, армия, конечно, воюет автоматом Калашникова, как ни крути. А вот эти, более-менее, гораздо более точное оружие, типа вот М4, это, конечно, использует спецназ. Заодно еще и более легкое, потому что Калашников тяжелая дура, а М4 в два раза легче. Так, ну, кто знает, кто не знает, не знают такое дело. Вот, так что помощь из штатов идет, конечно, хотелось бы больше, хотелось бы ракеты. Ну, атакамсы тоже идут. Но, хотелось бы наносить удары вглубь российской территории. Но, как говорится, маева-то ша маева.